Братья и сестры, приветствую вас. Очень приятно быть сегодня здесь. Я хотел немножко рассказать о себе. Я вообще родом из Луганской области, город Первомайск. Родился в многодетной семье. У наших родителей 11 детей. И, кстати, мама вот в следующем месяце, по видимости, в эти края переедет. И отец регент хора, потом руководитель оркестра. И когда вот эта первая и вторая песня пелись, я вспомнил в оркестре у отца. Мы играли эти песни. Я в оркестре играл на вилончели тогда. И где-то в подростковом возрасте были у меня такие приливы чувства вины, что я знаю, как нужно жить по-христиански, а по-христиански жить не получается. И я помню, я тогда уединялся с Богом. Говорил на эту тему. И тогда, где-то в 16 лет, я понял, что я свою жизнь посвящу Богу. И я буду, сколько даст Он мне жизни, я хочу быть служителем. Я помню такие моменты, когда я выходил, у нас там террикон был от нас, где-то километра два, и посадка под ним. И вот я помню, выходил туда, брал гитарку, Евангелие, распаливал огонь, костерчик и молился. И тогда Бог начал давать мне первые песни. Я написал около ста песен, но я до сих пор не понял, как это делается, вот систему самой, как это написать песни. И стихи Бог мне дарил. У нас в Первомайске, Бог сделал, в 90-х годах было такое пробуждение. Начали, была церковь на такой окраине, на цыганском хуторе, за мусорником говорили. И туда начали приходить люди все больше и больше. И молодежь приходить вообще из мира, как бы родители у нас верующие. И такой период был, что мы не вмещались уже там в дом молитвы. И в центре города мы построили храм. И я начал проповедовать в 17 лет. Потом перешли мы в центр города. Там еще получилось через некоторое время еще группа людей, она тоже в тот район, откуда мы пришли. Потому что с этого цыганского хутора туда, в тот район вернулись. Еще часть людей там, церковь была, и в центре была церковь. И помню, было много крещений. Занимался служением там, женился. Бог мне послал чудесную жену Леночку. Когда я женился, мне было 21 год, ей было 18, мы женились. Бог дал нам трое прекрасных деток. И где-то через, чуть больше, чем через два года, мы молились о том, что Господи... Ну, я отнес там дьяконское служение. И был руководителем молодежи в этой церкви. И мы молились, Господи, может быть, Ты хочешь видеть нас где-то миссионерами. И мы начали молиться одну неделю. На следующее воскресенье, от того времени, как мы начали молиться, подходят и говорят, на Западную Украину нужен миссионер. Так и так, и надо сказать ответ, вот быстро. Ну, я испугался. Конечно, мы... Я помню это время такое, ну как, так же быстро? Ну, мы ж не думали, что так быстро. И я отказался. Я отказался, что я не поеду. Ну, уже Бог что-то сделал в сердце, такое, что я был готов. И через некоторое время это, как бы, повторилось приглашение ехать в Тернопольскую область. Это на Западной Украине, в районе там Львов, Ивано-Франковский, так, немножко ниже Тернополь. Ехать туда. Ну, и вначале пастор церкви был против этой идеи, потому что он говорил, что нужно здесь заниматься служением. Там была церковь небольшая, в селе церковь, и он говорит, ну, Бог так не делает, чтобы вот вывезти человека с церкви, где там почти 300 человек, и там, где 15, и то это бабушки, пожилые люди, как бы, были. Но я до сих пор не могу объяснить причину такой своей твердости тогда, потому что и объяснить я даже толком не мог, но я где-то внутри знал, что надо ехать миссионером. И со мной говорили, говорили, Эдик, ну, как-то будь серьезным. Ну, как так? Это вот семью брать, везти куда-то непонятно. И там же люди и на другом языке говорят. Ну, и много было такого. Но где-то в сердце, и я видел, что и у моей тогда еще юной жены тоже на сердце такое было, что, ну, если Бог зовет, надо ехать. И мы поехали. Мы поехали, и Бог благословил нас там. Я 11 лет нес пасторское служение в сельской церкви. И, ну, церковь обновилась, молодежь пришла в церковь. Слава Богу. Потом мы помогали в организации новых церквей еще нескольким церквям. И переехали в Тернополь. Переехали в Тернополь, и уже 5 лет, получается, мы, как областной пресс-фитер, благословил нас на организацию новой церкви. И мы начали так вот, неуверенно, а со страхом, потому что были я, моя жена, наши дети, подростки, и еще одна сестра. И мы как-то так по утрам молились, просили, Господи, что ты хочешь? И, вы знаете, начали. Мы еще и за детей своих боялись, потому что у них верующих друзей не было. Мы приехали на новое место. Переехали, когда в Тернополь. У них нет верующих друзей. Мы переживали, чтобы их не потянуло в мир. Как-то так. А Бог сделал, что их неверующие друзья стали верующими. И начали мы первое крещение в 2013 году было. И мы двоих крестили, потом четырех, потом еще четырех, потом еще троих. Ну, дал Бог, что мы... Ну, я крестил 13 человек, и немного переселенцев к нам приехало с Восточной Украины. На сегодняшний день у нас 30 членов церкви. И у нас есть еще желание организовывать новые церкви в других местах, потому что Тернопольская область по всей Украине по количеству баптистских церквей находится на самом последнем месте. И есть такое желание в сердце, чтобы насаждать церкви, чтобы были церкви, чтобы люди... Сюда в Америку приехал, пригласили друзья. Я читал семинар на молодежной конференции на том берегу. А сюда здесь родственники мои. И тоже пригласили, чтобы приехал. Я здесь на этом берегу как бы и не был никогда. И вот так, если коротко о себе, уже не так коротко получилось, как хотел. Ну, чтобы вы знали, в принципе. Если какие-то вопросы там будут, то можно будет задавать. И я хотел бы поделиться тем, что Бог положил мне на сердце, и попеть песен, стихов несколько рассказать. Кстати, вот это... Я в Америке такое вдохновение стихи писать... У меня редкое такое вдохновение, что я где-то за вот эти две недели, чуть больше, что здесь я написал, наверное, шесть или семь стихов. Ну, если считать тот, который я посвятил своей жене, семь стихов. А Юра настроил гитару? Ну, да. Ну, хорошо. Я тогда... Я прочту стишочек, пока гитару поднесут. Чаще всего стихи и песни пишутся в тяжелые периоды жизни. И вы знаете. Когда тяжело, тогда ты и по-другому молишься, и по-другому обращаешься к Богу. И вот стих, это тоже написан в такой период времени. Дай пройти через это поле, переплыть через эту реку. Дай в твоей оставаться воле, быть твоим всегда человеком. Если хочешь, чтоб я отказался от чего-то, то дай мне смелость. Если хочешь, чтоб я оказался где-то там, то дай, чтоб хотелось. Если ж я обопрусь на эго, не оставь. Не позволь заблудиться. В сердце пламень, на голову снега, что угодно, но чтоб возвратиться. Среди всех голосов и событий дай нам мелочи не отвлекаться. Проведи тропкой ярких открытий, чтобы в сеть суеты не попасться. Не оставь в день, когда тело слабость, силы к жизни мне парализует. Духом нейтрализуй усталость. Вдохнови, пусть твой ветер подует, и я снова расправлю крылья. Разорву темноты оковы. Поднимусь с придорожной пыли, полный сил и к сражениям готовой. Вот такой стих. В принципе, а гитары по-прежнему нет. Как-то я ночью не мог заснуть. Но это было давненько. Это еще как не было такой проблемы, компьютеры, интернет. А еще такая более проблема была телевизор и вот такие все вещи. Я не мог заснуть, и начинаются строчки. И я должен идти, тихонько вставать, идти в другую комнату, на кухню, писать. И я написал тогда этот стих. Так несложно постепенно оттеснить Христа за стену. Стену дел своих амбиций постепенно разлучиться. Без предательств и истерик, без обид и шумных споров просто выскользнуть на берег, невзначай без разговоров. Это делается тихо, без кровавых отречений, ярких сцен и огорчений. Жизнь и так не разбериха. А зачем же быть фанатом? Мы уж ясно не сектанты, связанные одним канатом, христиане, протестанты. Постепенно остываем. Но выглядим все лучше. И не плачем, не взываем сос. Спасите наши души. Постепенно жизнь проходит, телек, множество каналов. В церковь грешников приводит группа профессионалов. Все нормально, делу время, не ленимся, все в работе. Десятина воскресенья на служении и человеке. Просто нужно человеком быть попроще и доступней. Не гнушаться нашим веком. Мы же все на одном судне. Регулярно погружаясь, как под воду в сети мира, постепенно привыкаем без царя вокруг кумиров. Постепенно мы устанем с Богом жить и Богу верить. Постепенно перестанем нормы Словом Божиим мерить. Постепенно, без горячки, в наших частых рассуждениях, компы, мобилы и тачки вместо Библии и пения. Век последний, век в угаре, век в дурмане и кошмаре, век в проклятие и удушье посягнул на наши души. Дети Божьи, просыпайтесь. Вы оставьте постепенность. Перед Господом покайтесь. Валим стену, валим ленность. Слышно гидару, да? На эту тему сразу и песню тогда спою. Планировал с другой песни начать, но можно чуть-чуточку выше буквально. Помните, вот на Украине, в России, там, я не знаю, в Казахстане, если кто оттуда, проходили серию, серия 2.7. Помните, в церквях? А кто знает, что это такое, поднимите руки, пожалуйста. И там во втором курсе была статья «Мое сердце – дом Христа». Тоже братья и сестры помнят. И там сравнивается наше сердце с домом и поднимается вопрос, а принадлежит ли этот дом Богу? И вот, когда я читал эту статью, но это немножко позже было, но вот под вдохновением именно этих мыслей родилась эта песня. Наше сердце – дом, много места в нем, но вопрос, кто господствует в доме моем. В доме моем и кому мы служим, кому поем, сколько идолов держим, мы в доме своем пропустите на трон Иисуса Христа. Не держите его в прихожей, отодвиньте все лишнее навсегда, чтобы стать на него похожим. «Наше сердце – храм, мы священники там, каждый день возносим свой фимиам. Но кому мы служим, кому поем, сколько идолов держим, мы в храме своем пропустите на трон Иисуса Христа. Не держите его в прихожей, отодвиньте все лишнее навсегда, чтобы стать на него похожим. «Наше сердце – город, а вокруг стена есть промышленность в городе, какова она, и кому мы служим, кому жизнью поем, сколько идолов держим, мы в граде своем пропустите на трон Иисуса Христа. Не держите его в прихожей, отодвиньте все лишнее навсегда, чтобы стать на него похожим». Следующая песня, которую я хочу спеть, это о периодах у нас в жизни, когда тяжело на самом деле, и когда наша душа просто стенает за Иисусом Христом. Мы не всегда это осознаем. Близкие люди могут оставить в трудное время, покинут друзья душу изранить и окровавить. Счастье умчится, мир увезя, сердце разбитое и ищет покоя, плачет оно и может понять, что для Иисуса дело простое, успокоенье он может дать. О, Господи, плачет душа, Господи, рыдает она, рыдает она, Господи, пошли в покой, Господи, Господи, ты Бог мой, Господи, ты спаситель мой. Много проблем, депрессии давят, душу стесняя, влечет суета, радости искры во тьме ночи тают, труд бесполезный зовет от Христа, что происходит, кто разберется, как ход событий приостановить, что же нам делать, жизнь ведь уходит, кто нас научит, как нужно жить. О, Господи, плачет душа, Господи, рыдает она, рыдает она, господи, пошли в покой, господи, ты Бог мой, господи, ты спаситель мой. Когда пел эту песню, вспомнил стих один. Я его посвятил своей жене. Вот если бы вы были с ней знакомы, это очень хороший человек, ты пошла за мной в огонь и в воду, так по-детски полюбив меня. Шла вперед, не проверяя броду, плача шла, но не гася огня. И когда я сам, не понимая, что мне делать и куда идти, нежно твои плечи обнимая чувствовал, я не один в пути. Много слов сказал и говорю я, но меня ты чувствуешь без слов, радуясь, а иногда горю я, как и я, ты слышишь Божий зов. Ты сомнениями, мучимо бываешь, но и даже в эти времена ты мои сомнения развиваешь. Твоя вера, то моя стена, ты ответ мой и моя загадка, одновременно ранима и сильна. Ты твердишь, что в жизни все негладко, все не то, то люди, то страна, но идешь так тихо, так смиренно, недовольство из души гоня, соглашаясь на квартиры и вагоны, на долги, аренды и меня. Я хочу спеть песню. Эта песня написана под вдохновением двух вещей. Первая, это мне нравится осень. Осень такая красивая, когда падают листья, солнце, листья желтые, красные, так красиво, а ты идешь, и они под ногами, и наслаждайся просто этим. А такой осени не было, вот тогда, когда я написал эту песню. Как-то так вроде листья начали желтеть, ударил мороз, они попадали. Потом сразу все такое серое, голое, знаете, как еще на Украине. И так оно, обстановочка такая неважнецкая, и с утра настроение плохое, потому что все по колено листьев таких каких-то серо-темно-зеленых, и дождь, и ветер. И тогда я еще общался с одним молодым человеком, я пытался ему помочь, я рассказывал ему о Боге, ему было 22 года, но у него были проблемы с алкоголем. И он по два месяца в запоях был. Ну, я ходил к нему домой, там рассказывал ему о Боге. И вот в контексте вот этих двух моментов и родилась эта песня, что осени не было такой, как я хотел, и с этим другом я общался и пытался ему рассказать, что Бог тебя любит, и Он для тебя приготовил что-то лучшее, чем та жизнь, в которой ты живешь. Ветер дерзко сорвал этой осенью листья с деревьев, листопадом не дав насладиться уставшей душе. Всем урок преподал, что так жизнь скоротечна, поверь мне, пролетит, как сентябрь и седою зимой ляжет над головой. Всем урок преподал, что так жизнь скоротечна, поверь мне, пролетит, как сентябрь и седою зимой ляжет над головой. Что ты в жизни успел, если что-то и в мыслях затеял А глянись, посмотри на руины судьбы, ты и вправду не бог Сколько песен не спел, сколько дел не доделал Сколько слез пролил, ты на осколках мечты иначе не мог Ты подросточком был, пусть плевал на года и на сроки Ну а годы летят, не спроси их у тебя, хочешь чтоб или нет Рано пил и курил, не усвоив простые уроки Жизнь один раздана, недалек ты одна, и подходит зима Рано пил и курил, не усвоив простые уроки Жизнь один раздана, недалек ты одна, и подходит зима Братик мой, оглянись, это важно и очень серьезно Братик, остановись, я такой же, как ты, я пою для тебя Не хочу, чтоб тебе рано осень сказала, что поздно Ты во всем разберись, от греха отвернись и к Иисусу вернись Ветер дерзко сорвал, этой осенью листья с деревьев Листопадом не дав, насладиться уставшей душе Всем урок преподал, что так жизнь скоротечно, поверь мне Пролетит, как сентябрь и седою зимой ляжет над головой Пролетит, как сентябрь и седою зимой ляжет над головой Братья и сестры, может быть, какую-то вместе песню споем Чтоб не было, так сказать, вот, как, что вы скажете Может быть, любовь Христа безмерно велика Вы поете такую песню? Время минори будет нормальная? Или я, у кого-то надо спросить Соль, соль минор Знаете, я в соль минори не играю, давайте вы сыграйте Я же говорю, я даже до сих пор не понял, как песни пишутся Тем более, как играть в соль минори Немного, значит, как мне кажется, полезного, что-то о семье Знаете, мне жена иногда говорит Эдик, тебе не кажется, что ты слишком фанатично относишься к служению? Я говорю, спасибо, родная Она говорит, а это не комплимент вообще-то Один из наших принципов в семье Это молиться вечером всегда вместе перед сном Я знаю, что это не будет для вас удивлением Потому что, наверное, у большинства из вас так оно и есть Просто иногда, когда вот там такая беготня, день поздно домой пришел Там и жена чем-то недовольна Но есть искушение не молиться вместе Но принципиально мы вот начинаем говорить Что вот так, кто на кого-то за что обиделся Мы иногда с женой так чуть-чуть ссоримся Но я знаю, что у вас такого не бывает, конечно, на семье Это только у миссионеров Когда-то Лена мне говорит Эдик, ну вот у нас команда Вот это ж молодые, все верующие с мира поприходили И она мне говорит Эдик, ну какая-то команда Ну какая-то Вот молодые люди, они пришибленные какие-то Вот почему у нас такая команда? Я говорю, Леночка Ну вот Вот у нормальных людей Вот нормальные команды А у нас это Я хочу поделиться Одним всем нам известным отрывочком Его, наверное, большинство из нас знает на память Это послание к римлянам, 12 глава 12 глава Значит, многие послания апостола Павла Они делятся на две части Это там часть, такая доктринальная часть И часть практическая Так вот, до 12 главы У апостола Павла Идет эта доктрина Он рассказывает, как нужно верить А потом, как вот эту веру применять Как нужно жить 12 глава К примеру, в Ефесянах Там первые три главы Они доктринальные Потом практические Иакова, например Вся книга, мы знаем Она практическая Как мы должны Ну, как помните Послание Иакова Это как вот наша настоящая вера Она должна проявляться в делах И апостол Павел Он сначала Вот в конце 11 главы Когда он размышляет о том Что сделал Бог Какие у него планы Он просто приходит в восторг И здесь говорит О безнобогатство И премудрости И ведение Божие Как непостижимы судьбы Его И неисследимы пути Его Ибо кто познал ум Господень Или кто был советником Ему Или кто дал Ему наперед Чтобы он должен был воздать Ибо все из него Им и к нему Ему слава во веки Аминь Апостол Павел восторгается Тем, что делает Бог Знаете В контексте вот этих последних событий Что происходит на Украине Это война Эти переживания Я все время Я прихожу к этому Только к этому Что Господь Ты знаешь, что происходит Я на самом деле Не знаю, что происходит Я иногда думаю так Иногда думаю иначе Иногда я уже не знаю, что думать Что это такое Почему Но я знаю, что все это Служит Божьим целям Нужно, чтобы так было Неприятно Не хочется Но Все-таки к этому человечество идет И поэтому Вот это доверие Божьей воли Как Оно как бы часто И нам является ответом На многие вопросы И здесь апостол Павел Начиная практическую такую главу Говорит И так То есть и так Учитывая все Что он выше сказал Умоляю вас, братья Милосердием Божьим Представьте тела ваши В жертву Живую, святую Благоугодную Богу Для разумного служения Вашего И не сообразуйтесь С веком сим Но преобразуйтесь Обновлением ума вашего Чтобы вам познавать Что есть воля Божия Благая Угодная И совершенная Можно взять микрофон О У вас еще есть микрофон Раз О Так быстро включаются У нас пока допрошусь Идея такая Апостол Павел В некоторых посланиях Он Вы знаете Он запрещает Он повелевает А здесь говорит Умоляю вас Милосердием Божьим Опираясь на Божие милосердие То есть Как знаете Иногда у нас говорят Ну вот помоги мне Ну ради Ну ради всего святого Ну ради Иисуса Христа Говорят же так То есть имеется ввиду Что это последнее Ради чего можно вообще Помочь И вот здесь Он говорит Умоляю вас, братья Ради Божьего милосердия Ну по сути Как и ради Христа Ради того Того милосердия Которое Иисус нам оказал И Он что-то говорит Очень важное Это Представьте Тела ваши В жертву То есть Отдайте Себя Богу В 1944 год Япония предпринимала Последние такие Отчаянные шаги Нападения на Филиппины И там были Использованы Такие люди Люди оружия Вы о них Наверное слышали Не раз Это Их называли Ветер богов Или камикадзе Это люди Которые садились Или в самолет Или там даже В торпеду Они садились И они знали Что они смертники И вот Ради блага Как они думали Своей родины Ради там Своего императора Они были готовы Отдать свою жизнь И история говорит Что больше двух тысяч Таких молодых людей Они погибли Отдавая свою жизнь Ради того Чтобы там Прославился Император Японии А в Библии написано Здесь мы читаем Что умоляю вас Братьям Милосердием Божиим Представьте тела ваши В жертву В жертву живую И это даже тяжело Это даже тяжелее Чем где-то Отдать Один раз С себя Вот как Те люди посвящали Один христианин Обращенный В христианство Из мусульманства Он сказал Ну Умереть за Христа Один раз Это еще и не так тяжело Но ты несколько часов И ты потом Всю вечность с Иисусом А вот умирать Для себя Каждый день Для своего эгоизма Для себя Для своих желаний Это сложнее И апостол Павел Вот такую В жертву живую Каждодневную И нас приглашает Дело в том Что мы созданы Для Близкого общения С Богом И если мы Как христиане Верующие Но мы не имеем Этих близких отношений С Богом Мы разрушаем себя Мы разрушаем Свои семьи Мы разрушаем Своё окружение Мы Не исполняем Своего предназначения К примеру Вот здесь гитара есть Для чего Её сделали? Для того Чтобы на ней играть Правда? А если на ней Никто никогда Не играл То она по сути Как бы не гитара Потому что Она не Для этого Она может Как макет Может ещё как что-то Но на ней не играли Она не исполняла Своего предназначения То есть это значит По большому счёту Не гитара Гитара Когда вот сделали её И для того Чтобы играть на ней Итак Бог создал нас Для общения С собой И вот этот момент Посвящения себя Богу Очень важен То есть Когда он происходит Я покаялся И потом только Через некоторое время Вот пришло Такое осознание Что я хочу Полностью Принадлежать Богу Не просто там Играться в христианство Не просто Играть какую-то роль Не просто там Пытаться быть похожим На того или на того Я хочу Настоящих Настоящих отношений С Богом Я не хочу Ну Обманывать себя И других И это правильно Апостол Павел Сказал Представьте Ваше тело В жертву Живую Святую Святая Все мы знаем Значение слова Святой Ну Как бы Первое Что бросается В глаза Это как бы Безгрешный Но на самом деле Мы знаем Святой Это отделенный Отделенный От чего-то И отделенный Для чего-то Как израильский народ Он был отделен От всего мира И отделен Был для Бога Внутри Израильского народа Было колено Левия Оно было Как бы Отделено От всего Израильского народа И для Бога Отделено И вот мы Отделены От этих Мирских ценностей Но мы отделены Для Бога И вот Наша жертва Имеется ввиду Как наше посвящение, оно должно на самом деле принадлежать Богу, быть отделенным для Бога, а не иметь просто такой вид, что вот, ну, как бы для Бога, а как бы и для себя. Как один человек там не успел позавтракать и не успел пообедать. Вот домой приходит и вспомнил, что он не ел, работал весь день. О, ну пусть это будет пост для Бога. Но это не был пост для Бога, это просто ты встал позже на полчаса, чем надо было, и все так получилось. Это не поздно. Ну, вот такое, знаете, как чуть-чуть, и такие вещи. А что мы, мы Господу принадлежим, мы Господу принадлежим, когда в церкви, мы Господу принадлежим, когда дома, мы Господу принадлежим, когда на работе, то есть всегда. И апостол Павел здесь сказал, что что святую угодную Богу, для разумного служения вашего. Еще один из момент, что вот так только такая жертва, как бы, которая полностью принадлежит Богу, мы принадлежим Богу, это это то, что ему нравится. А не просто так, знаете, иногда Бог приходит в нашу жизнь и делает там порядок. Мы молимся, Господи, пусть исполняется Твоя воля, но мы не хотим, чтобы нам было больно. А получается, помните, как Иисус Христос вошел в храм и Он там разогнал, разогнал тех продающих и деньги рассыпал. А у нас в жизни тоже иногда Бог приходит, мы говорим, Господи, пусть Твоя воля исполняется в нашей жизни, но мы на самом деле хотим, чтобы это не было больно, чтобы вот мы все-таки это нигде в разрез с нами не шло. А Он приходит и Он иногда тоже бьет нас. И даже у нас денег и так не хватает, а Он рассыпает эти деньги для того, чтобы привлечь к себе внимание. Но вы обращали внимание, что вот все-таки есть, как ни крути, но есть такое, как тяжело, как ребенок заболел, как кто-то там в аварию попал, как кто-то, ты по-другому молишься, ты как-то, ты пересматриваешь, Господи, и Бог тоже так иногда делает. Так Он приглашает посвятить свою жизнь Богу для разумного служения нашего. Тоже один из моментов, вы знаете, что все-таки многие на сегодняшний день церкви не особо как бы говорят, что нужно обращать внимание на разум. Надо там отдаться вот такому чувству, а здесь для разумного служения, что все-таки Бог дал нам разум, и мы должны в служении, вот мне нравится такое украинское слово, маты, померкованность. То есть такая мудрость с умеренностью, вот такое, что и мы должны в этом подходить ко всему. И там дальше не сообразуйтесь с веком, сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть Божья воля, благая, угодная и совершенная. Так вот, когда мы посвятим свою жизнь Богу, и мы будем в этом стоять каждый день, то и тогда мы будем, по сути, знать каждый день, в чем Божья воля. Может быть, не будем с утра, Бог, Он не даст нам полностью список, что сегодня будет, но ты будешь знать, что ты в Божьей воле, и ты шаг за шагом, ты идешь за Богом, и ты будешь знать, что такое Божья воля. Я вот часто планирую, планирую наперед. Так, я себе представляю вот это, надо так, так, так. Приходит будущее, и не так получается. Ну, не получается так. Я думаю, ну ладно, в этом не получается. Ну, почему и в этом не получается? Вот я себе представлял так, а тут так. Но Бог ведет, а потом, когда разворачивайся назад, видно, а это Бог так вел, и Он изменял меня в этом всем, и учил. Вот несколько таких мыслей, что касательно 12 главы послания римлянам, и к чему, так как бы я это и себе в первую очередь говорю, и нам с вами, что, чтобы мы, ну, как бы могли проверять свою жизнь, и все-таки посвящать себя Богу. Знаете, как в отношениях и в семьях, вот важно, не просто там поддерживать отношения. Эти люди, которые поддерживают отношения в семьях, эти семьи либо разваливаются, либо они не разводятся, но это уже с годами абсолютно чужие люди, которые даже там могут спать на разных кроватях, и в разных комнатах, и могут по месяцу, по два не говорить. Я вот недавно общался с одним человеком, который верующий, но он с женой со своей уже, ну, они как бы как раз абсолютно чужие люди. И этот момент, так, к чему я это сказал, что все в этом мире припадает пылью, и потом, поэтому нам и отношения в семьях нужно развивать, нужно об этом заботиться, нужно понимать, что сатана не спит. Вот в нашем окружении недавно там развелись, там развелись верующие, и раньше это неслыханно было, а сейчас это происходит, и страшно, думаешь, что ж такое происходит, почему так? Так вот, что как в семьях нам нужно заботиться, чтобы у нас отношения с нашими, с нашей женой там, а мужу, а жены с мужем, чтобы были вот, так и отношения и с Богом тоже, надо о них, надо развивать эти отношения, и для этого как-то и брать времена, может, чтобы молиться больше, и для этого и поститься. Ну, оно связано очень сильно. И я хочу спеть песню. Вы не против, если я одну песню спою по-украински? Значит, песня... Я читал книгу пророка Иеремии, и где-то себя даже отождествлял, потому что я приехал на Западную Украину, и я пошел людям проповедовать. Я пошел в молодежи, где я мог найти молодежь, там я приходил и проповедовал. Я шел на футбольное поле, играл вместе с ними в футбол, проповедовал там. Я шел на рыбалку, я шел с ними траву косить, я даже ночью шел на дискотеку, и на дискотеке проповедовал. И хотя это было сложно, потому что там процентов 80 пьяных, но у меня это было желание, потому что это тоже нужно делать. И, слава Богу, несколько молодых людей покаялось, и сейчас один из них, он пастор церкви в том селе, откуда я потом в Тернополе поехал, тоже очень приятно. Такой брат оказался благословенный, хоть у него отчим сидит за убийство, отец четыре отсидки, наркоман, ну такая семья ужасная просто. А он, семьянин такой, жена, двое деток, такой Андрюша, хороший братик. Вот, даже не понял, к чему я это сейчас рассказываю. А, вот, по-украински, да, вот. Да, а, книгу Иеремии я читал, и там Иеремия проповедовал, а его не воспринимали. И в украинской Библии он там переводит одно словосочетание, он говорит об Израиле, что если вы не покаетесь, если вы не отвернетесь от ваших идолов, то придет там беда с севера, и вот это все будет уничтожено. Помните, что угонят в плен, и он там, там в украинской Библии есть такое словосочетание «приреченный край». И вот меня тогда это зацепило, и я написал эту песню. Мені кажуть, живи та людей не чипай, кожен долю свою Побуду я сам, але я кричу, це приреченный край, спокій буде не тут, а у небе там всі спішать кудись. Не до тебе нам не потрібен Бог, не потрібен рай, поживемо тут, нехай панує хлам, але знайте всі, це приреченный край. Звучное коло зробила. Знову я співаю про те, что гине земля, и люди идуть на звіт перед ним, идуть перед тим, кто доси даёт еще шанс на життя. Почуйте мене. Звучное коло зробила, знову земля, и ты мреж про завжди, живи, споживай. Але ця планета, приреченный край, и у тебе на шиї туга петля, ти кричишь, я не вірю, мене не лякает, то и кричи, перевірю. И так зроби. Побачиш сам, це приреченный край, краще слухайся Бога, а не чуток юрби. Співаю про те, что гине земля, и люди идуть на звіт перед ним, идуть перед тем, кто доси даёт ще шанс на життя. Почуйте мене. А смысл понятен вообще был? Это приговорённая земля, как бы приговорённая земля, если. Интересно, что я в 2002 году написал стих о Донбассе, но потом эта песня была через год, где-то 2003 год, и мне недавно напомнили, сказали, Эдик, слушай, это какой-то пророческий у тебя стих. Это был 2002 год, но это давненько как бы было. Если хотите, я спою эту песню, потому что это и песня. Я буду подглядывать. Спасибо. По родимым местам на обшарпанном поезде По родимым местам на обшарпанном поезде Вдоль знакомых домов продвигаюсь на юг Чувствам волю я дам Моя память как оползень Цепью тягостных слов Льётся тяжкий недуг О, мой грязный Донбасс Мусором обесчищенный Весь в руинах и свалках Замазанный зверь Ты без рук и без глаз Сам собой искалеченный В прошлом гордый, но вот И захлопнулась дверь Было время, что ты Атеизму потворствовал И плевал в лица всем Но теперь ты вдовец Всё пустые мечты Даром вождь раболепствовал Плохо дело совсем Но ведь жив твой Творец Твой Творец, что тебя Урожаем одаривал Тот, что чёрное золото В землю сложил Кто, как сына любя И кормил, успокаивал И спасенье тебе Как и всем предложил О, мой грязный Донбасс Обратись же немедленно Кровь шахтёров и ныне Течёт под землёй Ты по горло увяз В добровольном неведенье Выбирайся аж из плена Есть возможность сейчас Может, Юра сейчас поёт тогда И я ещё несколько песен Если вам не очень тяжело Мог бы спеть парочку стихов Юра, это мой племянник Приветствую, братья и сёстры Я хочу спеть Одну из моих самых любимых песен Она рассказывает о том Что в мире есть всего два пути Один ведёт вечную погибель Другой ведёт вечную жизнь И в зависимости от того По какому пути мы идём Туда мы и попадём Знаете, и часто верующие люди Могут подсознательно думать Что в небеса Вот есть вход, врата Но к этим вратам Небесный край Ведёт узкий, тернистый Неудобный путь А тот путь, который ведёт В погибель Он широкий, удобный Лёгкий По течению И от нас зависит Какой путь мы выберем Средь мира Средь мира Для сердца вольного Для сердца вольного Есть два пути Взвесь силу гордую Взвесь волю твёрдую Каким идти Одна просторная дорога Торная страстей раба По ней громадная Соблазном жадная Идёт толпа О жизни искренней О цели быстренней Там мысль смешна Кипитом вечная Бесчеловечная Вражда, война За благо бренные Там души пленные Полны греха На вид блестящая Там жизнь Мертвящая К добру глуха Есть в мире Два пути Есть в мире Два пути Ты избери Каким идти Ты избери Каким идти Другая Тесная Дорога Честная По ней Идут Лишь души Сильные Любви Обильные На бой На труд За угни Тёмного За обойдёмного Стань в их ряды Иди к униженным Иди к обиженным Там нужен Ты Есть в мире Два пути Есть в мире Два пути Ты избери Каким идти Ты избери Каким идти Слава Господу Еще один Стих Хочу прочесть Не разменяться На фантики Игрушки Или значки Остаться Духовным Романтиком Простым Откровенным Таким Честным Честным Доступным Мечтательным Не ищущим Похвалы К нуждам Других Внимательным Открытым Щедрым Не злым В приоритетах Разборчивым Последовательным Быть Не очень Таким Разговорчивым Но чтобы Людей любить Не наглым Но и не бояться Боя другим О нужде Сказать И в меру Скромным Остаться Чтобы не себя Показать Организованным Правильным Видящим Далеко В горниле Трудов Переполавленным Способным Учиться Легко Еще Очень Хочется Верующим Остаться Евангельским Чтоб В жизни И Библии И сведущим Чтоб Слово Меня вело И с твердостью И убеждением Другим О Христе Говорить В богатстве Нужде Гонениях Похристиански Жить Как-то Последнее крещение Когда у нас было Из католической Семьи Мальчик Ну как мальчик Парень Двадцать лет уже Он два года назад Покаялся у нас У него мама Католичка И он ходил Даже вот ходил К нам на служение Но у нас там Служение На одиннадцать часов А у католиков На девять И вот он шел В католический костел Сначала А потом к нам На одиннадцать А папа его Православный И вот он Два года назад Покаялся Но и так Не решался Крещение принять А потом решился Прошел Так испытания Уроки По подготовке К крещению И говорит Все Я вот буду Крещение принимать И тут папа Его звонит Мне И как начал Ну как бы Начал напрягать Меня Я там вам Устрою Я вас Затаскаю По судам Что вы Перекрещуете Мне ребенка Что Я же попытался Как бы объяснить Что это тут Дело добровольно А он Ну такой Вижу Расстроенный Кричит Я вам Устрою Я там Я приду Я разгоню Вашу Эту секту И в таком Духе Ну мне Было Неприятно Я молился Я попросил Братьев молиться Потом мы этого Сашу Пригласили Поговорить Ну думаю Может быть На самом деле Если так Все обстоит Что Может ему Надо попозже Крещение Принять Ну и начали Говорить А Саша Говорит Нет Я хочу Принимать Крещение Я Два года Назад Покаялся Я хотел Тогда Принять Крещение Я не Хотел Конфронтации С отцом Я с ним Каждую неделю Пытаюсь Говорить Объяснять Ему Ну он Просто так Настроен И Говорит Я буду Принимать Крещение Он конечно Будет Недоволен Но Как бы Я знаю Что он Успокоится И не хотелось Конечно Чтобы он Во время Крещения Пришел Отец Начал Знаете На служении Какие-то Кричать Или что-то Плохое Делать Но мы Молились Ну так Слава Богу Принял Крещение И так И нормально И отец Успокоился Но идея В том Чего я Это рассказал Всегда Есть Напряжение Мы Привыкли Вот Чтобы было Хорошо Но Без Напряжения Как бы А так Не получится Что Есть Часто Противостояние Какое-то Ну нежелательно Вот как для Меня Мне не хотелось А кому Хочется Чтоб Сейчас Какой-то Зашел И начал Кричать Но идея В том Что Как ведет Бог И мы Со своей Стороны Не должны Быть Как написано В Библии Что С вашей стороны Если возможно Будьте в мире Со всеми Людьми Но когда Дело касается Или Или Как опять же Вспоминаю Я в автошколе Учился И один парень На меня Ты кого больше Любишь Бога своего Или маму Я такой Ну Питаюсь Я говорю Слушай Ну как-то Так не надо Сравнивать Ну Бог Это Нет Ты давай Не увиливай От ответа Бога ты любишь Больше Или маму Я говорю Ну если вот так Вот как ты говоришь Я Бога Больше люблю Ты фашист Значит У меня неприятности С тем парнем Были Вот Вот такое Когда ставит Нас Мир Перед таким Выбором Чтобы мы все-таки Могли как бы Не обобщать Не так это А выбрать Конкретно Иисуса Христа И сказать Что Иисус Ты мой Бог Это Не обговаривается При любых Как бы Ситуациях Я хочу Быть тебе верным Я спою песню Я вот подумал Вступление Сказал А песня Немножко Не о том Потому что Я всех песен Что хотел Я вижу Что не успею Спеть Поэтому здесь Надо уже выбирать Знаете Коротко На Донбассе У меня Друг один был И один Одноклассник Одноклассника Нашли Он был пьяным Но Нашли его Там в яме На дне ямы Была разбитая Вот эта Плита Бетонная Там арматура И его нашли Мертвым На этой арматуре То ли Помогли То ли Сам упал Но пьяный Был Ну пил Он Славик Пил А другой Петя Он давал Людям Деньги Ну там Под проценты Ну и там Скажем Не только Хорошим Людям Ну и Потом ему Там отказались Отдавать Он пошел Разбираться Он парень Горячий Ну и Его убили И вот В контексте Вот этих Двух моментов И тогда И родилась Эта песня Для кого-то Жизнь Оборвалась Для кого-то Оборвется Завтра Все проходит Утихает Страсть Меркнут Краски Но Возрастают Ставки Но Раскнет Вдруг Не успел Как нужно Разгореться Солнце Не пойдет На новый круг да как же так вчера ведь было детство но завтра 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 будем живы ли мы завтра 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 выйдет день листь мы завтра 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 мы увидим свет но вполне возможно что нет сколько вас погибло пацаны кто от водки кто от жажды денег жизнь реальность они наши сны и завтра на отчет мой друг подельник о прозрении буду я молиться вашим чтоб могли вы наперед видеть журавель да и синица могут быть в руках ведь бог не врет а завтра 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 будем живы ли мы завтра завтра выйдет день листь мы завтра 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 мы Мы увидим свет, если с Богом ты, то разницы нет, Он вечный свет. А чувства говорят совершенно другое. У вас бывает такое, что вы молитесь, а молитва как до потолка. Бог говорит через Библию, что Он о вас заботится. А вот чувства такого нет, что Он о вас заботится. Бывает у вас такое. Так вот, и вот в такой период непростой тоже написал я эту песню. Чувства диктуют мне, что Бог далеко. Разум бунтует, твердя, Он непостижим. Мысли, как пчелы, роятся, и мне нелегко. Сердце ж уверенно шепчет, Бог здесь и ты с Ним. Отбрось сомненья и вспомни, как Он вел из года в год. Из часа в час тебя отбрось сомненья и вспомни, как ты шел. Пусть через тернии, но радуясь, любя. Нам очень трудно поверить, что Бог так велик, Что в каждую жизнь Он вникает до мелочей. Он создал нас для того, чтобы всякий язык Славу воздал и воспел свет Господних очей. Отбрось сомненья и вспомни, как Он вел из года в год. И с часа в час тебя отбрось сомненья и вспомни, как ты шел. Пусть через тернии, но радуясь, любя. Мне обстоятельства все говорят, что нельзя В нашей стране жить так, чтобы Богу служить. Отбрось сомненья и вспомни, как Он вел из года в год. И с часа в час тебя отбрось сомненья и вспомни, как ты шел. Пусть через тернии, но радуясь, любя. И еще одну песню хочу написать. Это одна из первых песен. Одна из первых песен, которых я написал, это песня о блудном сыне. Это, по сути, история каждого из нас. Она написана в таком ритме, знаете, потому что написал я ее где-то лет 18. Это 22 года назад. Как бы чуть-чуть времени прошло. Но она по-прежнему остается актуальной. И вот этот момент, когда человек говорит, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобой и не достоин больше называться сыном твоим, приюми меня хотя бы в число наемников твоих. И он, написано, встал и пошел. Вот этот момент прозрения встану, пойду к отцу. И это, по сути, и припев этой песни, поэтому это будет легко даже вместе со мной петь встану, пойду к отцу. Человек, живя в темноте людской, Ища в жизни мир, счастье и покой, Понял однажды, кто он есть такой. Может найти мир под Господа рукой, Хочешь, жил он, как сын блудный и ногой, Ощущал на себе холод, жизни или зной, Голодал он сильно, как никто другой. Может сказать, и будет спасен, Встану, пойду к отцу. Встану, пойду к отцу. Встану, пойду к отцу. Встану, пойду к отцу. Быть может, он страдал, руки ломал, Шел в темноту и не понимал, Как любил отец его и ждал. Но, одумавшись, заплакал и сказал, Встану, пойду к отцу. Встану, пойду к отцу. Встану, пойду к отцу. Встану, пойду к отцу. И отец его принял и поцеловал, Дал новую одежду, снова сыном назвал. Усадил за стол и пищу подал, За то, что сын однажды сказал. Встану, пойду к отцу. Встану, пойду к отцу. Встану, пойду к отцу. Встану, пойду к отцу. Слава Богу. Когда был я, ну, как только у меня родились дети, Я сначала думал, что, а, это вопрос просто, Но это естественно, у верующих родителей верующие дети, Это нормально. А потом, как стал взрослее, дети начали, ну, подростки уже, То я, конечно, вот так уже начал, так трезво содрогнулся. Думаю, слушайте, это ж, так надо молиться. Так, это ж, это ж я за них выбор не делаю. Они сами делают выбор. И мне, конечно, очень приятно, что мой сын старшего зовут Эммануил, Дочь средняя, Адель, и младшенькая у нас Ева. Вот наши детки. Что вот, ну, что они верующие очень, очень, я понимаю, что это милость Божия. Милость Божия, и поэтому, когда, если вспомните и о нашей семье, помолитесь, Вот, меня зовут Эдик, мою жену Лена, и наши дети, Чтобы мы исполнили все то предназначение, для чего он нас призвал. Один брат как-то мне с России звонит и говорит, Эдик, я о тебе там услышал, я хотел бы тебе там денежек прислать. А я говорю, ну, там спросил, а кто тебе вообще, он мне рассказал, он рассказал там. А он говорит, я говорю, ну, а что, от меня там надо, может, какое-то отчет, письмо, что написать. А он говорит, ты знаешь, для меня одно важно, чтобы ты был настоящим. А ты, кстати, настоящий. А я говорю, ну, я надеюсь на это. Так это, хочется быть настоящим христианином и так по-настоящему следовать. Я знаю, что это желание каждого из вас. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы следовали за Ним на том месте, где Он нас хочет видеть. И прославляли Его. А в вечности тогда уже наобщаемся, наговоримся с вами. Может, помолиться было бы уместно? Или... Хорошо, все. Отец Небесный, благодарность тебе за то, что ты наш Бог, и ты нашим Богом останешься на всю вечность. Благодарность тебе за то, что ты привел нас к себе, и за то, что мы знаем и верим, что ты наш Бог. Благодарность тебе за эту церковь и за возможность сегодня быть здесь. Благослови братьев, сестер, благослови их семьи. Дай нам всем сердцем держаться за Тебя и быть настоящими, и прославлять Тебя всем своим естеством. Аминь. Шли сегодня, хотя, может быть, ожидали не то, думали, что это будет другое, но, вы знаете, Господь сам направляет и говорит то, что нужно. Я думаю, что сегодня каждый, кто пришел, услышал для себя, как важно, независимо от обстоятельств, независимо, где мы живем, оставаться настоящими. Не превращаться в подделку. Сегодня мир, он форсирует, он заставляет нас меняться. Но как хорошо, когда у нас есть руководство Библии, когда мы живем по слову, когда мы остаемся настоящими. И да благословит вас всех Господь, наше общение в четверг в 7 часов вечера, разбор слова, пожалуйста, приходите. А сейчас благодатью завершим наше общение.